В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я, Александр Гурарье. Выборы в Израиле, скоро выборы. Выборы, подготовка к выборам идет весьма нестандартным способом. Очень много грязи, очень много неожиданностей, очень много разочарований и, как всегда, надежд. Вчера был оглашен список партии «Наш Дом – Израиль» во главе с Виктором Либерманом. Список очень интересный, очень много молодежи. Подробности о том, как пройдет предвыборная кампания партии НДИ, как они будут относиться к своим соперникам, партнерам по коалиции будущей, если таковая состоится. С этим вопросом я обращаюсь к Алексу Кушниру, кандидату в члены КНЕСАТа от партии «Наш Дом – Израиль», боевому офицеру в прошлом, сотруднику Шабака, общей службы безопасности Израиля, руководителю спецслужбы «Натив», ну и последняя должность – экс-директор Министерства Алии и Абсорбции. Алекс, здравствуйте. Такой длинный список. Здравствуйте. Ну, ничего не поделаешь, вы в свои, так сказать, достаточно молодые годы успели достаточно много, не все могут таким похвастаться, а хвастаться надо всегда, тем более перед выборами. Алекс, команда у вас супер молодая, энергичная, что вы собираетесь делать в ближайшее время? Вы знаете, я думаю, что она не только супер молодая и энергичная. Если вы посмотрите, то каждый человек, кто находится в этой команде, чего-то уже, вернее ничего-то, а многого уже достиг, несмотря на то, что действительно средний возраст нашего списка 45 лет, если я не ошибаюсь, и многие имена известны, многие известны менее, но тем не менее каждый человек там добился чего-то уже в своей жизни и теперь, в принципе, готов поделиться своим опытом, поделиться своей энергией для того, чтобы сделать наше государство безопаснее и для того, чтобы сделать наше государство лучше. Ну что ж, прекрасно. Я просто прочитаю несколько фамилий, вот начало списка Виктор Либерман, Адет Форрер, Евгений Сова, Эля Авидар, Юлия Малиновского, Хамед Амар, Алекс Кушнир, Марк Ифраимов, Лимор Магентелем, Элина Бардач-Ялова, Шадих Халуль, то есть команда, многие из этих людей известны, многие из этих людей известны не только по политической деятельности, но там Женя Сова, это известный телеведущий, который работал на RTVI, работал на 9 канале. Скажите, вот вы начинаете предвыборную кампанию, как вы ее будете вести, я поясню свой вопрос, понятно, что будете вести ее красиво, громко. Будете ли вы вступать в какие-то привлекания с вашими оппонентами и есть ли у вас, может быть, уже сейчас претензии к тем, кто начал параллельно вам предвыборную кампанию? Вы знаете, я думаю, что наш зритель должен понимать одну простую вещь. На сегодняшний день на израильской политической арене мы единственная правая светская партия. Все остальные или пытаются загримироваться под правых, или пытаются загримироваться под светских. Я прошу прощения, я осмелюсь перебить, вы единственная правая светская партия, представляющая русскоязычных межрадзиевцев. Ну естественно, конечно. Конечно, но это не прозвучало, потому что вы посмотрите на все списки, сейчас вот начинают оглашать списки, то есть русских задвинули просто на совершенно нереальные места. Вы знаете, это настолько для меня, во всяком случае, понятно, учитывая, что в первой десятке шесть депутатов, будущих депутатов, говорящих на русском языке, я думаю, что это естественно и понятно. Потому что я за два с половиной года, что я был гендиректором министерства и параллельно часть из этого времени я возглавлял спецслужбу на ТИФ, я понял для себя одну простую вещь. То есть государство у нас секториальное, и только мы сами можем продвигать свои интересы. А если мы не будем продвигать свои интересы, или у нас не будет достаточно сил для того, чтобы продвигать свои интересы, значит мы всегда будем на нижней ступеньке приоритетов. Ведь все в конце концов решается, так сказать, количеством голосов и количеством рук, которые можно поднять в кабинете безопасности, которые можно поднять в правительстве, естественно, которые можно поднять в КНЕС. — То есть количество мандатов, грубо говоря, которые получает та или иная партия. Хорошо, но по поводу безопасности понятно, об этом много и хорошо говорит Виктор Либерман, человек, который имеет достаточный опыт в этой сфере. Я бы хотел спросить, что партия планирует предпринять в плане социально-экономических? Все знают, что проблемы пенсионного обеспечения, проблемы обеспечения жильем, эти проблемы, к сожалению, из года в год не решаются. — Вы знаете, мы решили подойти к этому вопросу более комплексно. Мы посмотрели на все поколения, начиная от детей через среднее поколение. То есть это как раз люди, которые представлены в списке и, конечно же, наши родители, наши пенсионеры. — Их называют полуторное поколение. — Вы знаете, это на самом деле не имеет значения, потому что мы говорим «дети репатриантов». Почему? Потому что даже если ребенок родился здесь или приехал сюда, когда ему год и два, его экономическое положение прежде всего зависит от экономического положения его родителей. — И здесь начинается проблема. Потому что мы проверили и мы увидели, что вот эти дети репатриантов статистически зарабатывают столько же, сколько зарабатывают израильтяне. Но проблема начинается тогда, когда мы начинаем считать так называемый свободный доход. И вот когда мы начинаем считать свободный доход, мы начинаем видеть огромное количество проблем. — Начну с первой и самой, так сказать, известной и самой понятной. Наши родители, многие из них устроились здесь и многие из них работали, но они выходят на пенсию. Естественно, мы знаем все прекрасно, что они не успели достаточно накопить эту пенсию. Когда они выходят на пенсию, их уровень жизни значительно падает. И в лучшем случае они не могут помочь нам, а в худшем случае нам нужно помогать им. Соответственно, свободный доход наш уменьшается по сравнению с израильтянами. Второй момент – это наша возможность купить квартиры. На сегодняшний день, может быть, и можем мы выплачивать ежемесячную выплату на ссуду квартиры, но у нас нет вот этого начального капитала, который существует у многих израильтян, потому что у них есть родители, которые уже, допустим, выплатили свою квартиру, или у них есть какие-то накопления. У нас этого нет. Соответственно, нам нужно найти где-то этот начальный капитал. У них есть бабушки, дедушки, которые со временем уходят в лучший мир, оставляя квартиры своим внукам. У нас этого нет. У нас вот этого наследственного капитала нет. И, соответственно, нужно искать какие-то решения для того, чтобы эту проблему решать. И третья проблема – дети. Мы сегодня знаем, что дети до трех лет, вернее, родители детей до трех лет за садик детей платят в среднем по стране 2800 шекелей в месяц. Это еще немного. Это в среднем. Это, наверное, на периферии, в Теравире, в Гематрайме, в Амагане, цена в Амагане. Гораздо выше, понятно. Но мы сделали среднее арифметическое, получили 2800, 2850. Сейчас скажу гадость. По 3,5 тысячи. Хороший садик для ребенка 2-3 лет, 3,5 тысячи как отдай. И, опять же, это вроде проблема, которая касается всех, но надо понимать, что если у коренных израильтян, их родители, вышедшие на пенсию, обычно не работают, то есть по статистике только 17% коренных израильтян работают в пенсионном возрасте, то если мы посмотрим на репатриантов, то процент совсем другой. 57% репатриантов, вышедших на пенсию, продолжают работать. Соответственно, наши родители, даже если они на пенсии, они работают, и они не могут помочь нам, молодым семьям, с тем, чтобы побыть с детьми. Таким образом, получается, что у молодой семьи есть выбор достаточно тяжелый. Или же один из них остается дома и таким образом тормозит свою карьеру. Или же они всю свою зарплату, во всяком случае одного из них, выплачивают или на садики, или на различных бейбиситтеров, которые сидели, которые должны сидеть с детьми. Значит, для того, чтобы решить эту проблему, мы выстроили достаточно четкую программу. Первое – пенсии. Мы будем требовать, чтобы минимальный пенсионный доход пенсионера в Израиле соответствовал 70% от минимальной зарплаты. То есть 70% от 5300. То есть, соответственно, индексация, когда повышается минимальная зарплата, соответственно, повышается… Откуда мы взяли 70%? Это примерно среднее арифметическое в странах ОСИД. То есть, стран, там, где… к тем странам, к которым мы относимся. То есть, мы считаем, что нужно поднять минимальный пенсионный доход и таким образом позволить нашим пенсионерам достойную старость. Это первое. Второе. И мне кажется, вот это действительно революционно. По поводу квартир. Мы проверили. И сегодня молодая пара в возрасте от 35 до 40 лет имеет на своем пенсионном фонде от 280 до 350 тысяч шекелей накопленных. Эти деньги, когда они выйдут на пенсию через 30 лет, принесут им примерно 1500 шекелей ежемесячного дохода для каждого. Но у них… То есть, это пенсионная накопительная программа. Да. Которая, мы знаем, что в Израиле с 2008 года есть закон, который обязывает… то есть, пенсионная накопительная программа, она обязательна. Таким образом, получается, что когда дети эти выйдут на пенсию, у них будет, скажем так, на 1500 больше, но у них не будет квартиры. И, соответственно, их затраты на квартиру будут очень высоки. Что мы предлагаем? Мы предлагаем дать возможность молодым парам, которые хотят купить свою первую квартиру в Израиле. Если они до 40 лет и хотя бы один из них служил в армии, естественно, если это не касается репатриантов, если один из них хотя бы служил в армии, мы предлагаем, чтобы они могли воспользоваться этими деньгами, как начальник капитал без налога. Сегодня для того, чтобы вытащить деньги… То есть, вытащить деньги из пенсионного фонда без налога, но только с конкретной целью, именно только на квартиру. Причем мы предлагаем два пути. Путь первый. Если эта молодая пара не зарабатывает достаточно денег, то есть, они действительно могут вытащить эти деньги без налога, чтобы это был начальный капитал для их квартиры, и просто продолжать платить мошканту. Пары, которые заработают достаточно, они могут оставить эти деньги, но тогда мы дадим банку возможность наложить ипотеку на эти деньги. То есть, эти деньги будут являться своеобразной гарантией. Да. И таким образом получается, что они будут платить чуть-чуть больше каждый месяц. Почему? Потому что, естественно, размер ссуды больше. Но это сохраняет им пенсию. И мы предлагаем это на выбор. То есть, каждая пара сможет выбрать. И нужно понимать, что если мы чуть-чуть промотаем на 30 лет вперед, и посмотрим, и сравним две пары, одни, которые воспользовались тем, что мы предлагаем, а вторая, которые не воспользовались, то получится, что пара, которая воспользовалась, она выйдет на пенсию с квартирой без мошканты. Это позволит им потом... Так, а пенсия-то у них будет? Они же ее использовали. Конечно, да, но они используют только какую-то часть, они же начинают заново копить. То есть, у них будет пенсия, может быть, на полторы тысячи шекелей меньше. Но квартира без мошканты. И нужно понимать, что это не только решение проблемы для них, это решение проблемы для их детей. Для их детей. Потому что они смогут детям дать тот начальный капитал для того, чтобы они смогли купить квартиру. То, что сегодня, допустим, у нашего поколения нет. И я считаю, что на сегодняшний день это самое правильное, самое идеально эффективное решение для того, чтобы помочь молодым парам купить квартиры. Мы проверяли, долго достаточно работали над этим вопросом, проверяли со специалистами с пенсионных фондов. И все, в принципе, утверждают, что да, это решение самое актуальное, самое правильное и самое эффективное. Дальше. Мы говорим о детях. Мы говорили о том, что в садике правильно. Мы предлагаем, что начиная с трех месяцев, с трехмесячного возраста, садики в Израиле должны быть субсидированы государством. Секунду, я прошу прощения. Субсидированы государством или все-таки пойти немножко дальше? Извините, что я даю советы. Все-таки сделать государственные садики. Потому что то, что сейчас происходит с дошкольными детскими садиками, это безобразие. Потому что, во-первых, не нужно никакой лицензии, не нужно иметь специального образования, ничего. Вы посмотрите, какие... Давайте лучше просто лицензируем то, что существует. Лицензировать, да, и, наверное, государственный контроль должен быть. Конечно. Почему? Потому что сегодня создать систему новых садов, это возьмет очень много времени. Сегодня существуют сады, частные сады. Многие из них очень высокого уровня, кстати. Да, конечно. И вот их просто нужно лицензировать и все. Во-первых, это гораздо дешевле. И это гораздо быстрее. И больше того, сегодня есть огромное количество малых бизнесов, вот этих садов, которых мы не хотим вредить. Мы, да, хотим, что те, кто умеет работать, и те, кто дает хорошее воспитание нашим детям, пусть продолжают работать. Но государство должно это субсидировать. И если мы говорим о малых бизнесах, еще очень важный момент. Нужно понимать, что сегодня частные предприниматели платят налог на государственное страхование, так называемое, битуах леуми, гораздо больше, чем те, кто просто работает на зарплату. Больше того, они еще дают работу многим другим людям, многим другим семьям. И при этом сами не могут пойти на пособие по безработице. И если, не дай бог, что-то случается с их бизнесом, то те, кто у них работают, они защищены государством, они получают пособие по безработице. А эти люди, несмотря на то, что они платят больше, несмотря на то, что они дают работу другим, они абсолютно никак не защищены. И таким образом мы будем требовать введения пособия для безработицы для частных предпринимателей, для бизнесов. Потому что, вы знаете, эта дискриминация, она просто невообразима. Потому что мы все прекрасно знаем, что малые и средние бизнесы – это основной двигатель экономики. Поэтому вот эти четыре пункта – повышение пенсий, возможность молодых пар купить квартиры, субсидия садиков и пособие по безработице для частных предпринимателей – это четыре основных пункта нашей социально-экономической программы. Есть еще несколько, но они достаточно сложные для того, чтобы их объяснить в течение 2-2 минут, но тем не менее они есть. Мы будем вести, если дойдем до коалиционных переговоров, то есть если, скажем, у власти будет стоять правая партия, которая будет готова с нами разговаривать, потому что в левую коалицию, естественно, мы не пойдем, то это будет то, что мы будем ставить на повестку дня, то, что мы будем предлагать. — Смотрите, сейчас идет, конечно, основная, так сказать, интрига будет между коалицией правых партий и коалицией левых партий. Все сейчас обсуждают, буквально вчера, Великий Немой, которого так называют господина Ганса, генерала в отставке, бывшего начальника генерального штаба, который объявил о создании партии, очень долго молчал. Первый раз он выступил и заявил, что все будет хорошо, я обещаю вам золотые горы. — Больше того, он сказал потрясающую вещь, он сказал, что белое – это белое, черное – это черное, а красное – это красное. — Но он же генерал, генерал, вот так всегда говорят. — Абсолютно ничего не сказал, просто поразительно. — Но поразило другое, что он сказал, что он вообще как генерал, как офицер будет действовать и призывает всех остальных не допускать никаких оскорблений, ни переходов на личности и так далее. И вот недалеко вчера Великий Немой вновь заговорил и сказал то, что сказал. Сказал он странную вещь, он сказал, что в тот момент, когда он со своими солдатами гнил в окопах, Абенемин Атаньягу, значит, разъезжал по миру, учил английский язык и пил коктейли. Вот вы, как, в общем-то, боевой офицер, человек, который прошел армию и понимаете, что это такое, как вы оцениваете слова генерала, бывшего главнокомандующего нашими войсками? — Вы знаете, вообще, если мы чуть-чуть посмотрим на историю государства Израиля, то все попытки создания генеральских партий никогда не приводили к никакому успеху. То есть это обычно партия одной каденции, которая, в конце концов, просто разваливается. Я думаю, что вы, журналист, вы сами можете дать оценку этим действиям. Естественно, от начальника генштаба вообще ожидаемо, чуть-чуть другая риторика. — Не просто от начальника генштаба, но вообще-то вот такое понятие. Я понимаю, что я сейчас скажу такую смешную вещь, там, офицерская честь. — Почему? Это совсем не смешная вещь. — Как вы знаете, немножко странно, когда офицер говорит такие вещи. — Говорит о премьер-министре, который вообще-то служил в спецназе генерального штаба, участвовал во многих операциях, был ранен, если не ошибаюсь, даже дважды и так далее. И сказал, что вот ты ездил по коктейлям, а что сейчас, если он станет премьер-министром, о чем он мечтает, то он сразу все бросит и побежит обратно в окопы, что ли? — Вы знаете, офицерская честь — это совсем не смешно. Она действительно существует, а тем более в израильской армии не просто есть офицерская честь. Есть еще какое-то, должно быть, взаимоуважение не только между офицерами, но и между офицерами и солдатами. И в израильской армии нас всегда учили. Офицер всегда должен быть первым. В бою первым, на тренировке первым, я не знаю, на кухне первым. Везде должен быть первым давать личный пример своим солдатам и личный пример окружающим. Я думаю, что то, что сделал Бенни Ганс, так отозвавшись от Бенни Мини Натаньяу, насчет которого у меня есть огромное количество критики, но никак не связано с его военным прошлым, это просто, наверное, выражение, наверное, отчаяния о потере мандатов, которые происходят у господина Ганса, и о том они сейчас пытаются объединиться. Ну, то есть лучше бы он молчал, да? Вы знаете, пока он молчал, у него все было хорошо. Но на самом деле, действительно, вот эта мода, она совсем непонятна, потому что непонятно, что он говорит. Он, с одной стороны, говорит красное, А он говорит то, что ему пишут. Не просто он говорит то, что ему пишут, он говорит то, что люди хотят слышать. То есть нет никакой четкой адженды. Еще раз я хочу вернуться все-таки к нам. Мы на сегодняшний день единственная партия, которая очень четко говорит, что мы хотим практически во всех сферах израильской жизни. Я думаю, что Авикдор Либерман доказывал уже неоднократно, что то, что им двигает, это принципы и никак не стулья. Начиная от размежевания, через сделку с Шалитом. И сейчас, когда в ноябре или в октябре 2018 года, когда нас обстреляли 500 ракетов, и мы просто с позором, с позором пошли на соглашение с Хамасом. И после этого еще начали платить им 15 миллионов долларов каждый месяц. Естественно, такого Авикдор Либерман не мог вытерпеть. Я могу сказать, я как житель Ашкелона, вот эти 500 ракет очень хорошо почувствовал на себе. И это было, если я не ошибаюсь, Моцей-Шаббат. Утром в воскресенье я надеялся, я думал, что мы находимся уже в состоянии войны. Но, к сожалению, случилось совсем не так. Ведь нужно понимать, что стычка с Хамасом, она неизбежна. Она будет. Чем больше ее откладываешь, тем более кровавая она будет. А теперь давайте вернемся к господину Таньяу. Господин Таньяу с 2009 года премьер-министр государства Израиля. В 2009 году Хамас стрелял по нам тупыми болванками. Сегодня мы видим, какое вооружение есть у Хамаса. На протяжении 10 лет... А завтра будет еще круче. На протяжении 10 лет господин Таньяу, премьер-министр государства Израиля, который утверждает, что он господин безопасность, усиливал своими действиями Хамас. И сегодня... Бездействиями скорее. Иногда действиями, иногда бездействиями. Переводить 15 миллионов долларов это действие. Да, это поступок. Это поступок. Это действие. Причем абсолютно без всяких условий. Без того, чтобы вернуть наших граждан и наших пленных солдат, которые там находятся. 4 человека абсолютно без никаких условий. Вы знаете, это напоминает мне Советский Союз в 90-е годы. Помните, когда было такое понятие, как рэкет? Вот ходили, собирали деньги. Вот если ты мне дашь деньги, я тебя не трону. Вот мы в этой ситуации. То есть мы покупаем какую-то тишину, но какой-то абсолютно короткий срок. При этом усиливая их. И знаете, когда армия израильская «Да!» отвечает, и мы слышим в прессе, что вот разбомбили склад оружия, разбомбили завод, с оружием разбомбили туннель. И я все время задаю один и тот же вопрос. Почему у них это есть? Почему это не рубится на корню? Почему мы должны ждать? С террором невозможно воевать иногда. Алексей, у меня возникает другой вопрос. С террором нужно воевать всегда. У меня возникает вопрос, а сколько же у них вот этих... Когда нам каждый раз объясняют, что разбомбили очередную тренировочную базу Хамаса, если взять и собрать за несколько лет все эти тренировочные базы Хамаса, то, наверное, это будет, наверное, там тысяча квадратных километров. Что там за базы такие? Вы знаете, нужно понимать. Одно и то же футбольное поле бомбят уже несколько лет. Вы знаете, в 2016 году, когда господин Либерман встал на пост министра обороны, мы наконец-то перестали стрелять по песчаным дюнам. Мы действительно начали стрелять по стратегическим объектам. Но нужно понимать, что каждый шекель, каждый доллар, который поступает в сектор газа и попадает в руки Хамасу, идет террор. Идет на террор. Это и солярка, которую мы им перевозим, это и деньги, которые мы им даем. Все. И почему мы это делаем? То есть мы сами финансируем террор против себя. Это, вы знаете, такой абсурд, что у меня просто нет слов. И единственный человек, который прямо и четко говорит, что нужно сделать и как нужно сделать, это Либерман. К сожалению, его не слушают. И когда он на узком военном кабинете пытался предлагать те или иные решения, ему говорили нет. То есть там же нужно голосовать. Вы понимаете, что он был одним из 11 министров. И 10 из которых являются просто марионетками Натаниэл. Ему говорили нет. На следующее утро они приходили в прессу утром по радио и спрашивали его, а что же 48 часов. То есть когда он конкретно предлагал вернуться к доктрине точечных ликвидаций, естественно, все голосовали против. А на утро это ставили ему в претензию. Вы знаете, это лицемерие, это абсурд. И для того, чтобы на следующий раз этого не случилось, у нас должно быть достаточно сил, чтобы мы могли войти в правую коалицию и сделать ее правой не только на словах, но и на деле. Ну что, спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что с нами в студии был Алекс Кушнир, в прошлом генеральный директор Министерства абсорбции, руководитель спецслужбы «Натив», ну и кандидат в депутаты КНЕСОТа. Удачи. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, программа «Тема дня». Переходим к следующему айтему.